Всем привет, с вами Аурум, и сегодня я хотел бы с вами поговорить об обновлениях, причем не только в самой игре, но и около игры. Ну, к примеру, есть такой сайт, который называется makesupercell.com, этот сайт создан компанией Supercell, и это что-то очень крутое для людей, любящих рисовать, людей, мечтающих создавать свои скины. Короче, чуть позже мы об этом поговорим, это очень мощная тема, досмотрите видео до конца. Да, обновления, все мы с вами ждем обновления, ребят, кто ждет обновления так же, как я, отгружайте прямо сейчас лайкос, потому что, ну, очень сильно хочется обновления, особенно зимнего какого-нибудь, новогоднего обновления, чтобы все вокруг стало в снегу, чтобы джингл бэллс прям с каждого звука игры, чтобы Мортис кричал не I'm the creature of the night, а кричал джингл бэллс, джингл бэллс, ну, согласитесь, круто было. Сразу хочу вас немножечко расстроить, в ноябре глобальной обновы не будет, она будет в декабре, то есть в декабре ждем прям просто что-то сногсшибательное, но в ноябре обязательно будет небольшое обновление, о котором станет известно вот-вот. Скорее всего, оно произойдет даже, ну, на этой неделе, максимум на следующей неделе, и разработчики не будут выпускать особо никаких снэкпиков, не будут нас кормить завтраками, интриговать, как они делают это постоянно. Ну, а просто, скорее всего, выкатят броулток, либо синхронно с обновой, либо за день, или максимум два до обновы. Поэтому чекаем, подписывайтесь на канал, обязательно прожимайте колокольчик, потому что именно на моем канале, скорее всего, первым будет опубликован броулток в СНГ. Ну, знаете, так обычно происходит по определенным тишинам. Напишите, пожалуйста, в комментариях, чего лично вы, вот именно, да, ты, братан, давай уже не выкатят, именно ты, чего ждешь от новогоднего обновления? Что бы ты хотел, чтобы появилось в обнове? Если это новый персонаж, то назови его редкость, назови его характеристика, каким он должен быть. Если это новые скины, точно так же расскажи, какие они должны быть. Чувак, это очень интересно, так что пиши прямо сейчас. Ну, а теперь касательно нового сервиса. Ребят, это не реклама, мне за это не платили, это реально сайт, который презентовали, ну, вот так, вот, вот где-то, вот там чуть-чуть, здесь чуть-чуть, там что-то написали. У меня на стриме все-таки вчера спросили, а что такое за makesupersonal.com? Ребят, давайте расскажу. Ну, во-первых, я уже здесь зарегался, как видите, да, я уже чуть-чуть протестил, сейчас вам расскажу, что это. Это очень фановая тема для тех, кто любит рисовать. Ваш покорный автор, прям наследник Пикассо, Леонардо, Рафаэля и всех черепашек-ниндзя, которые есть, поэтому, собственно, рисовать я не умею, да. Но, если вы умеете, это отличное место для того, чтобы это сделать. Во-первых, кроме того, здесь можно увидеть уже готовые работы, то есть, если вот мы нажимаем вот здесь где-то эксплор, вот они, готовые работы. Это скины на бо. Сейчас, на данный момент времени, на тестовый период, можно загружать только разные скины бо. Обратите внимание, G-Decor, тот, кто знает, кто это, тот, кто понимает, о ком я говорю, он уже здесь тусит. Он уже загрузил свою первую работу и выглядит она примерно вот так. Но, Ребзы, если раньше G-Decor рисовал только вот так вот, то на этом сайте можно делать 3D-модель. Каждый из вас может сделать 3D-модельку, которая со всех сторон будет крутиться. Помните, недавно был Перс, который с зелеными волосами, как он там называется? Его везде все начали снимать по нему видосы. Но суть в том, что есть подозрение, что он делался на таком сайте. В общем, смотрите, какая темка. 3D. Со всех сторон можем крутить, как хочешь, крутить, вертеть, сверху, снизу, сбоку, сзади. Ну не чудо ли? Ну реально не чудо ли? Офигенски. И так можно делать практически с любой работой. Каждая работа получает здесь баллы. И есть самые топовые, они внизу. Самые топовые работы, они всегда внизу, видите, минус 506 баллов. То есть, ну это, это прям БО-пейнт. То есть, я сейчас, кстати, тоже такое вообще изи нарисую. Я, я умею, я могу. Кроме того, здесь есть текстурки. В общем, все очень прикольно. Давайте какую-нибудь еще работу посмотрим. Все ли делают с 3D или только пока... Блин, да, вот это самурай. Видал такого самурая? Это четенько. Это реально четенько. Как это... О, можно отближать, приближать. О, посмотри на эту детализацию. Ло, смотри мне в глаза, в глаза. В глаза, в глаза. Окей, как это делать? Как это делать? Изи. Нажимаем Start Creating. Нажимаем Upload. Загружаем это все дело. Окей, как же начать создавать свой скин? Ну, в общем, я вам не объясню, как это рисовать. Потому что, сами понимаете, я Леонардо да Винчи на минималках. Но, судя по всему, заходим в Create. Заходим в Check the Guidelines. И у нас здесь есть на английском языке полностью инструкция. Что, как делать, какие разрешения и так далее. В общем, останавливаться подробно не буду. Прочитаем тоже Explore Campaigns. То есть, по всем темам. Download Character Assets. То же самое. Все, короче, здесь читаем на теме Create. В Character Assets. И на данный момент здесь доступен только BO. То есть, скины пока что в тестовом периоде мы можем делать только для BO. Нажимаем Download. Нажимаем, короче, здесь. Вот я, видите, уже загружал. То есть, оно у меня есть. Загружаем архивчик. Потом после этого открываем архив. Извлекаем его в ту же папочку. И в итоге получаем вот такую вот прикольную тему. Которая пустая. Ну, ладно. Вот она, папочка BO. Как для мака, так и для обычного. И вот здесь очень интересно. Давайте вот это откроем. Оно у меня открывается в Paint. Ребят, в Paint. Даже у таких кадров, как я, это будет работать в Paint. Поэтому, если... Я думаю, что есть, ну, файл разрешения FBX может открываться не только в Paint. Я более чем уверен. Но, ну, вот любой ламер, абсолютно любой ламер может его открыть здесь и покрутить. Смотрите, вы можете крутить его как хотите. То есть, грубо говоря, мы сейчас можем выбрать там любой цвет. И начать рисовать, например, ему клюв. Вот тупо начинаем рисовать. Ой. Ну, короче, вы поняли. Я у мамы дурачок. То есть, ну, там вот так вот, например. Чикс, 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 чикс. И там клюв зарисовали ему. Причем он такой 3D-шный. Как видите, краска ложится, как будто вы действительно разрисовываете 3D-модель, а не что-то 2D-шное. Да, то есть, если вот мы сейчас зарисуем его как попало, опять же, повторюсь, я не умею этого делать и не берусь и браться не буду. То есть, теперь смотрите, мы такие чикс поворачиваем и мы рисуем 3D. Это, представьте, как 3D-тачку разрисовывать. То есть, это все, все четенько. Тут глаза можем тоже ему сделать, типа, там, красные какие-нибудь, там, типа, вот. Это вождь, вождь индейцев у нас. Нос там желтый, короче, мы там сейчас зарисуем желтый. Вот посмотрите, вот ближе, если взять, мы можем даже вот так вот настолько близко это делать и чувствовать себя. Правда, почему-то у меня, когда я это делаю, оно выступает. Смотри. Ой. Ну, видели, да? Ну, короче, мы можем максимально близко приближать и раскрашивать 3D-фигурку. То есть, каждый из вас, любой, блин, школьник, может почувствовать себя каким-нибудь скульптором, который эту всю тему замутит. Ну, в общем, разукрашиваем, как хотим, со всех сторон. Потом, в итоге, этот файл, насколько я себе понимаю, мы должны загрузить вот здесь. Вот здесь мы должны просто загрузить файл. Где тут? Create. А вот upload. Вот, мы берем этот файл по всем инструкциям. FBX плюс PNG. Все в zip-файл. И отправляем сюда. В итоге загружаем. И наша работа появляется вот тутоньки. За нее может голосовать куча народа. Ребят, если вы будете что-то подобное делать, укажите там, что вы типа от Аурума. Вот где-нибудь просто укажите, что вы от Аурума. Это будет прикольно. Ну, нет, ладно, можете не указывать. Это я просто для себя. Мне просто хотелось бы сюда зайти и увидеть, сколько наших пацанов. Либо допишите что-то на русском языке. Неважно. Просто мне хочется увидеть, сколько русскоязычного комьюнити здесь. А то я так сказал, как будто промокод какой-то. Нет, нет никого промокода. Это не реклама. Но это реально годная, офигенная тема. Те, кто умеют рисовать, ребята, залетайте сюда. Ну, будет прикольно. Пока здесь только бо, дальше будет больше. Помимо прочего, я сейчас еще пробью, что здесь и как. Здесь во время регистрации у меня спрашивала PayPal. PayPal это электронный кошелек. И там было описано, что я якобы соглашаюсь, что мне могут платить в теории, могут платить вознаграждение за мои работы. То есть, если вдруг ваш скин будут добавлять в игру, то вам еще денег за это заплатят. Представьте. Либо как-то вот так это будет работать. Я не очень сильно пока разобрался. Если вам интересно, отдельным роликом разберусь, как можно зарабатывать деньги на Supercell. Короче, если вам интересно, много лайкосов собираем на этом видосе, и я более подробно расскажу. Потому что для меня это космос. Я один раз сюда на сайт зашел, я же ничего рисовать точно не буду. Но, может, вы будете. Хорошо. Ребята, в общем, на этом сегодня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ждем обновления. Залетайте на сайт, хочу здесь увидеть весь сайт русскоязычный. Все в наших картинках. Пока, ребят.